Всем большой-большой привет! Меня зовут Анастасия, а моего кота зовут Барти, и это наш АСМР-канал. И сегодня мы продолжаем хэллоуинскую тематику моих видео. В прошлом видео с распаковкой я говорила, что мы делаем видео по журналу Бредира по Гарри Поттеру. Мы распаковывали этот журнал, который мне пришел с Озона. И теперь мы можем посмотреть, что там находится внутри. Я его еще не распаковывала. От этого пакетика давайте это сделаем. Вот мы распаковали этот журнал. Путеводитель по призракам Хогвартса. Узнаем немного больше уже о мире Гарри Поттера. От этого журнала приятный запах краски. В видео с распаковкой я также распаковала новую свечку. И я предлагаю зажечь ее прямо сейчас. Это свеча с ароматом тыквенного суфля. Тыквенная, тыквенная. Пахнет очень вкусно. Здесь деревянный петель, поэтому свеча должна немного потрескивать. Звеча немного разгорелась. Я вам дам послушать, как она трещит. Вот так приятно трещит эта свеча. Вот так приятно трещит эта свеча. Давайте же начнем наше знакомство с этим выпуском. Открываем. И здесь у нас на первой же странице информация о представлении. Летающая ведьма. Здесь нарисована самая настоящая ведьма. Как мы ее себе и представляем. В остроконечной шляпке. На метле. Только метла как будто бы у нее в другую сторону развернута. И она на ней как на лошадь едет. Где будет это представление? Пап Три Метлы. Деревня Оксмит. Когда вам последнее воскресенье перед Хэллоуином. Ребята, запоминайте. Обязательно. Если хотите, сходите. Не забудьте. Здесь у нас содержание. С первого идет путеводитель по призракам Хогвартса. Все про Квитич. 7 фактов о Хоксмите. Лабиринты. Многое другое. Наш адрес. Хоксмит, второй этаж. Офис 3 до 23. Давайте посмотрим дальше. Здесь нас встречает интересная игра. Квиз Хэллоуин. Здесь нарисован замок. У нас один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И девять вопросов в этой игре. Как называется день после Хэллоуина? День всех святых. День всех мертвых. День всех блаженных. Ну, по-моему, день всех святых. Вроде как. Из какого овоща вырезали фонарики до того, как в этой роли стала популярна тыкву? Из репы? Из огурца? Или из кабачка? Ну, я даже не знаю, кто знает правильный ответ на этот вопрос. Смотрите, здесь вопрос про вес тыквы. Какой она может быть тяжелой. Здесь, где тыквы растут. Как называется группа ведьм? Ковен, Овен, Ковен, конечно. Тыквы бывают далеко не только оранжевые. Но какого цвета они не могут быть белого, зеленого, перламутрового. Ну, перламутрового, конечно, да. Мне, кстати, нравится, как выглядят тыквы белого цвета. Это как-то даже немного необычно и прикольно. Так. Здесь у нас путеводитель по призракам Хогвартса. Как они умерли, кем они были раньше и интересные факты о призраках. Здесь у нас встречает первый призрак, а это почти безголовый ник. Правда, здесь так написано забавно. Как будто бы я его прочитала так, безголовый почтник. Но я помню, что его зовут. Я помню, что точно ник. Он там почти или просто безголовый. В общем, здесь про него написано. Я хочу сказать, что я книгу не читала. Только смотрела фильмы несколько раз. И я помню, что он в первой или второй части. Мы его показывали. Сразу тоже рассказали про него. Что он призрак. Давайте прочитаем. Сэр Николас ДММС Дельфингтон. Это какое-то супер длинное имя. После смерти более известный как почти безголовый ник. Очень демократичное и харизматичное привидение Гриффиндера. Сэр Николас родился в Англии в 15 веке. Он был богатым аристократом и светской персоной. И ходят слухи, что сэр Николас был самодовольным, считая себя великолепным в волшебниках. Хотя это было далеко не так. Он жил спокойно при дворе короля Генриха Седьмого. Пока однажды не решил сделать красивее одну из природных фрейлин. Однако вместо того, чтобы сделать ее первой красавицей, он отрастил ей пивни. Сэр Николас был лишен своей волшебной палочки и весьма неудачно обезглавлен. Сэр Николас был казнен 31 октября 1492 года. Да-да, именно в Хэллоуин, представьте себе. Вот так вот 45 ударов тупым топором по шее. В результате голова Ника так и не была полностью отделена от туловища. И держит теперь на нескольких сантиметрах кожу, чтобы голова держалась на плечах. Ник постоянно носит широкий коврированный воротник по моде своего времени. И именно эти несколько сантиметров стали непреодолимым препятствием для Сэра Николаса при его попытке вступить в клуб обезглавленных охотников. Это доставило ему столько огорчений. Серая леди. А, это Елена Когтеврон. Здесь ее портрет. Посмотрела сразу на портрет Николасу. Давайте прочитаем про Елену Когтеврон. Елена Когтеврон, конец 10 века, начало 11 века. Также известная как Серая Леди, была ведьмой и дочерью Когтеврон. Она посещала школу чародейства и волшебства Угвард и была распределена на факультет Когтеврона. Елена родилась в волшебной семье Когтеврон. У Когтеврон примерно в 1982 году. Где-то на Британских островах возрасте 11 лет Елена стала частью одного из первых поколений учеников школы чародейства и волшебства Хогвард в Шотландии, которые в то время все еще управляли ее основателем. Она была распределена на факультет Когтеврон и обучалась магическим искусствам. У своей матери во время ее пребывания там примерно в это же время Елена познакомилась с бароном Слизерином. Завидуя уму и значимости своей матери, Елена еще в школьные годы украла ее диадему из ревности и сбежала, навсегда покинув Шотландию и полагая, что этот предмет поможет ей стать достаточно мудрой, чтобы превзойти свою мать. Когтеврон никогда не признавала предательство своей дочери, скрывая тот факт, что диадемы больше не было у нее. Когда Кандида смертельно заболела и оказалась на смертном отре, наверное, да? Да, на смертном отре, то стала отчаянно спросить барона, который был влюблен в Елену, найти ее дочь и вернуть ее домой, чтобы она могла увидеть ее в последний раз. Елена пыталась спрятаться от него, но барону удалось вывезлить ее в лесу. В Албании, когда она услышала, что барон пробирается к ней через лес, Дона спрятала диадему в тупле дерева. Елена отказалась идти с бароном и снова отвергла его привязанным, разъяренным ее отказом и завидуя ее свободе, он в порыве ярости ударил ее ножом. Какой, какой злостный, да? Так, дальше у нас здесь идет толстый монах, кровавый барон. Я думаю, что мы сейчас прям всех читать не будем. Если вам все-таки интересно, напишите в комментариях, что хотите почитать побольше, и я тогда сделаю еще одно видео. Так, а здесь у нас самые популярные товары для Хэллоуина. Это очень интересно. Всевозможные волшебные пределки. Косой переулок, дом 93. Так, конфетницы, котел. Особая атмосфера Хэллоуина стреляется не только на костюмах, но и на шутко-веселых обычаях. По традиции в этот день принято пугать всех знакомых и выпрашивать у них сладости. Выходя на конфетный сбор, прихватите с собой конфетницы, котел, они пригодятся для тематических развлечений, сервировки стола и украшения жилища. Вот такая вот интересная, красивая конфетница в виде тыковки. Дальше скелетик. Тут голова, ребрышки, ручки, да, с ножки. Такой вот скелетик вот так. У скелетика. Скелетик это оригинальная декорация. Он создаст нужную для праздника атмосферу, сможет напугать ваших друзей. Интересненько. Хотите себе такого скелетика? По-моему, прикольно. Растяжка Хэллоуин. Вот это тоже прикольно. Растяжка для оформления праздника. Такие треугольнички, как флажки, да, хэллоуинские флажки. Вот здесь клыки. Ну, клыки это для образа какого-нибудь, да. Не угрожать дома, чтобы себе. Примерьте на себя образ вампира с накладными клыками. Стоимость 5. Это галеоны у них, да, по-моему. Или нет? По-моему, галеоны. О, кот. Это партик. У меня такой есть. Партик. Настоящий черный кот. А почему бы и нет? Ого. Партик-то очень дорого стоишь. 100 галеонов. 100 галеонов. Даже партик-то стоишь. Он стоит больше, чем все остальное. Видите, как мне повезло. Мой котик. Маски и декоративные очки, усы и борода. Лучшего аксессуара для костюмированной вечеринки просто не найти. Дополните образ яркой маской. И в эту ночь вы станете сам загадочным персонажем. Два галеона. Я же правильно думаю, что там галеона у них, насколько я помню, из фильма. Так. Хэллоуин в Ховардсе. Вот здесь призраки. Видимо, те, о которых мы как раз читали. Так. А где же свечки? Свечки. А вот они. Вот это вот свечки. Наверное, тыковки такие классные. Мне нравятся. Красиво. Так. Здесь у нас изображен Хагрид с тыквами. И стрелочка. Давайте прочитаем. Ежегодно 31 октября в Хоквардсе проходит хэллоуинский пир. Я тоже хочу хэллоуинский пир. Как на него попасть. А в предшествующие этому события выходные учеников средних и старших курсов отпускают в Фоксме. Это я помню по фильму, да? Кстати, тыквы. Для украшения большого сала выращивают Рубюс Хагрид. Вот он вырастен. Сколько много тыковок. Тыковки. 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 Значит так. В общем, Рубюс Хагрид иногда потихоньку примеряет к ним раздувающие чары, чтобы они были побольше. Вот это он хитрый. Хитрюка, хитрюка. Типичные праздничные мероприятия на Хэллоуин включают в себя угощение, посещение костюмированных вечеринок, украшения, вырезания тыкв в виде фонариков, разжигания костров. Вот мы уже один костер разожгли, ребята. Видите? Красивый. Здесь вот горит, трещит деревянный фитиль. Так. Значит, посещение аттракционов с привидениями, розы крыши и рассказывание страшных историй. Вот это интересно. Страшные истории всегда интересны. Вам было бы интересно сделать какое-нибудь видео со страшными историями? Тоже напишите в комментариях, если интересно. Может быть можно почитать в СМР формате какие-нибудь страшные истории. На столе в большом зале из угощения всегда есть конфетки. Конфетки, 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 конфетки. Так, в виде тыкв. А, это конфетки в виде тыкв. Ничего себе. Яблоки, черные котлы с большими леденцами, морковные пироги, шоколадные летучие мыши и, конечно же, тыквенный сок. Вокруг на стенах всевозможные украшения, связанные с Хэллоуином. Такие Хогвартсы особенно активны в это время. Они выскакивают из стен и парят в воздухе, пугая первокурсников и других студентов. Это долгожданный праздник, который большинство учеников Хогвартса с нетерпением ждут каждый год. Вот здесь замок. Красиво так все мило нарисовано. В мультяшном формате таком. Так, дальше у нас здесь описан состав. Состав. Команды. Боквидича. Значит, здесь вратарь. Вот он, вот он такой вратарь стоит. Потом ловец. Поменьше. Наверное, чтобы летать быстро-быстро и успеть поймать сничи. Потом охотник. Еще один охотник. Закончик. Закончик. Еще один охотник. Раз, два, три. Три охотника. Ничего себе. Команда игроков. Увидич. Состоит из семи человек. Охотники. Три человека. Это нападающие игроки команды. Охотники. Ловят Квоуфилл и пытаются забросить его в кольцо соперника. Вот так вот. Потом закончики. Это два человека. Это игроки, которые отвечают за сохранность игроков своей команды от пладжеров. Специальными битами. Они отбивают пладжеры от своих. И направляют их либо в сторону, либо в игроков команды соперников. Правилами не запрещено. Вот так вот. Потом идет вратарь. Это игрок, отвечающий за сохранность колец. Должен охранять кольца команды. От попадания в них квофла. За каждый забитый гол в команде начисляется 10 очков. Вот так. И наконец ловец. Вот этот вот маленький. Маленький такой. Задачей этого игрока является поймать сничь. Команда Человец поймала сничь. Получает 150 очков. И на этом игра оканчивается. Чаще всего 150 очков приносит победу. Однако, если игра длилась достаточно долго. И команда соперника успела забить достаточно количество голов ворота. Поимка сничья не принесет выигрыша. Ну надо же. Это же сколько нужно забить голов. Много я имею ввиду. Мечи для игры. Вот он сничь. Такой золотой красивенький. Мне очень нравятся вот эти вот знаете. Ожерелья. Которые кулончики делают сничьем. Красивые. Потом пладжер. И квофл самый большой. В квиддичи играют четырьмя мячами. А квофл основной и самый крупный мяч. Вот он. Диаметр квофла составляет 12 дюймов. Один дюймов примерно, короче, 3 сантиметра. Не имеет швов. Его надо забросить в одно из трех колец. Собразование этого мяча дает 10 очков. Единственный не летающий мяч в игре. Вот так вот. А если его кто-нибудь уронит. Придется лететь вниз, поднимать. Потом два пладжера. Вот таких вот. Который гоняется и бьет. Таких две штуки. Прикиньте. Эти мяши летают самостоятельно. Пытаясь сбить игрока. Игроков. С их метем. Их диаметр 10 дюймов. Вот так. Этот 12, этот 10. Изготавливаются из железа. И убить можно. Бладжеры не приносят очков. Они существуют только для того, чтобы усложнить игру. Из ничи. Маленький золотистый шарик. Не более шарика для пинг-понга. С крылышками. Летает самостоятельно. Из-за малого размера и огромной скорости. Его чрезвычайно сложно нарушить и поймать. Поимка с ничи отдает 150 очков. А также прекращает игру команды. Но это мы уже слышали. Здесь у нас форма. Защитные очки. Форменная мантия. Своей команды. Защитные налокотники и перчатки. Наколенники и сапоги. Все очень-очень-очень серьезно. Так. А здесь у нас рассказывается про запретный лес. Как интересно. Лес. Очень старое место. Хранящее множество секретов. И населено множеством существ. Одни темные и опасные. Другие дружелюбные. Хотите туда пойти в Хэллоуин? Сначала узнаете 10 фактов о лесе. Вот они здесь 10 фактов. Давайте почитаем несколько. В лесу живут человека-волки. Причем особые породы. Рожденные от двух оборотней. Они с детства выглядят как волки. И не превращаются в людей. Но обладают человеческим интеллектом. Ну надо же. Запретный лес является родным домом для стада кентавров. И для колоний гигантских пауков. Агромантулов. Ой господи. Агромантулов или Агромантулов. Я не знаю. Давайте. Кто знает напишите в комментариях. В нем водятся единороги. На листралы и тролли. На деревьях живут лукатрусы. И феи светляки. Очень мило. Феи светляки. На протяжении всей своей педагогической карьеры. Бывший профессор ухода за магическими существами. Зильванус Кеттелберг. Провел довольно много времени. Исследуя темный лес. Что может быть причиной некоторых его травм. Профессор ушел на пенсию в 1993 году. И был сменен на этой должности Рубиусом Хагридом. Вот кто был до Хагрида. Так. Десятый. Недавно студенты заметили в лесу странные черные цветы. Которые ранее нигде не упоминались. Ни их свойства, ни история не известны на данный момент. Если вам будет интересно все полностью почитать. Скажите. Почитаем еще. Потому что смотрю что видео очень сильно затягивается. А мы только на половине. Добро пожаловать в косой переулок. Переулок. Вот как здорово выглядит. Прям атмосферно. Мне очень нравится. Так что у нас тут в косом переулке. Я думала что тут будут рассказывать что-нибудь про косой переулок. Ну нет. Тут значит как празднуют Уэллон факультеты Хоксворда. Криффиндер. Слизерин. Ну и два остальных я так понимаю. Такие приятные картинки. У каждого факультета. Так. Семь фактов. Семь фактов. О. Хоксмиде. В последние выходные перед Хэллоуином. Учеников средних и старших курсов отпускают в Хоксмидд. В первый раз с начала учебного года. Некоторые студенты в Хоксворде впервые окажутся в этой деревушке. Сейчас. Мы рассмотрим всех фактов о Хоксмидде. Так. Хоксмидд это единственная полностью волшебная деревня Великобритании. Это связано с его близким расположением к Хоквартсу. Во всех других поселениях и городах волшебники соседуют с маглами. Несмотря на то, что волшебный мир соткан из магии, он несовершенен. Как и мир маглов, он подвержен предрассудкам и дискриминациям. Эти проблемы особенно остро ощущаются между волшебниками и гоблинами, так как последние часто преследуются первыми. Это привело к знаменитому восстанию гоблинов 1612 года, которое произошло недалеко от деревни Хоксмидд. В то время восстания волшебники устроили военный штаб в неизвестном хоксмиддском трактиле. В Хоксмидде находятся заведения, в которых можно поесть и выпить, а также разнообразные магазинчики на все случаи жизни. Один из таких магазинов «Шапка-невидимка», основанный в 1750 году. Это филиал сети магазинов одежды для волшебников. Ее отделение также есть в Лондоне и Париже. В сети магазинов «Шапка-невидимка» широкий ассортимент праздничных нарядов и мантий, и не только их. Поезд «Хоквартс-экспресс» останавливается не в Хоквартсе, а в Хоксмидде. Станция Хоксмидд – причудливое маленькое место, которое соединяет деревню со школой по длинной дороге, проходящей вокруг Черного озера. В то время как первокурсники проплывают по озеру, более взрослые студенты добираются по дороге. Известно, что станция была построена в начале 19 века после того, как министерство начало использовать поезда для перевозки студентов. Одна из жутких достопримечательностей Хоксмидда – стоящая на окраине визжащая хижина, но к ней жители деревни предпочитают не приближаться. Визжащая хижина – старый дом, стоящий на околице Хоксмидда. Из Хоквартса в хижину можно попасть через потаной лаз, начинающийся под гремучей ивой. Она защищает вход с помощью своих длинных и гибких ветвей. Груша – все, до чего может дотянуться. Чтобы успокоить дерево, необходимо нажать определенный сучок на ее стволе. Хижина стоит в отечавшем саду, а ее окна заколочены досками. Студентам не всегда разрешали посещать Хоксмидд в 1714 году. Был издан указ, который позволял студентам третьего курса и старших посещать деревню в определенные выходные дни, и если родители или опеку предоставят школьной администрации письменное разрешение. За плохое поведение ученика этого права может лишить декан факультета или иной представитель школьного руководства. Были введены различные правила и предписания, в том числе за бренд для первого и второго курсов. И последний факт. Это самые популярные заведения Хоксмидда. Дервиш и Бэнкст. Магазин волшебных принадлежностей. Сонга, волшебные приколы. Магазин перьев пиццажов. Котелярский магазин. Сладкое королевство. Это кондитерская жабка-невидимка. Мы про нее уже слышали. Магазин одежды. Музыкальный магазин. Доминик маэстро. Кабаника лаван. Очень старый бар. С не очень хорошей репутацией. Ну надо же. Кафе Мадам Батти. Милое романтическое кафе. Три метлы. Мы про это тоже слышали. Кафе-бар для всех. Потом чайный пакетик Розы Ли. Это чайное Хоксмидское отделение. Совиной почты. Место, где можно нанять сову. Почтовую сову. Для отправки письма. Или посылки. Так мелко вот это вот написано. Вот здесь шрифт был намного больше. Так. Здесь у нас математическая задачка из Хогвартса на Хэллоуин. Так. Тут у нас тыковки. Тыковки, тыковки, тыковки. Четыре тыковки равно 36. нужно вычесть сколько, выяснить сколько одна тыковка потом эту тыковку вычистить из 30 и разделить на 3 и так далее и так далее напишите в комментариях, кто вычислил вопросик лабиринты у нас тут, смотрите опять здесь ведьма на метле и с призраком с тыковкой так, что за лабиринт? пройди лабиринт и помоги ведьмочке сварить зелье вот оно и зелье, давайте попробуем, а то как ведьмочка без зелья, это не ведьмочка так, вот она ведьмочка поехали так, тут вообще непонятно, тут у нас костер ну, короче, это круг какой-то круг какой-то круг так, это вот так, вот так ой, мне там показалось, или я где-то вот подождите а вот все, нашла мне показалось, что я где-то там свой собственный путь сделала по-моему, правильно прошла так, лабиринт шляпа ведьмы пройти лабиринт через шляпу ведьмочки а что она у нее такая дырява не будем проходить смотрите, партик 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 нету стариноги сельские племена праздновавшись за майн, который переродился в Хэллоуин разделяли год на зимнее и летнее время сбор урожая в ноябре означал конец лета тогда жрецы, чтобы защитить людей от сверхъестественного и потустороннего разводили огромные костры женщины готовили угощения для братцов и оставляли их возле двери мужчины облачали шкуры и утраивали что приношение огонь является священным оберегом домов Хэллоуин как и все праздники имеет свои отличительные черты такие как украшения в оранжевых и черных тонах мне кажется еще в сиреневых тоже потом наличие осенних символов пукала тыквы бесконечное количество макаратных костюмов и оккультизм фонарь жрека один из самых узнаваемых атрибутов Хэллоуина представляет собой фонарь традиционно вырезаемый из тыквы или репы вот тут кстати ответ там где-то в самом начале когда был квиз спрашивали из чего вырезали фонарик до того как это стало популярным вырезать из тыквы напоминающий голову с пугающим или забавным лицом здесь вовремя рассказывается как это нужно сделать потом костюмы всеми излюбленный элемент Хэллоуина это костюм появился он относительно недавно лишь в начале двадцатого века изначально все ограничивалось жуткими масками а в дальнейшем произошла эволюция костюмов теперь дети и взрослые наряжаются в разнообразные одеяния какие только можно представить это могут быть костюмы тыквы зомби ведьм змеи чудовищ вампиров и так далее примечательно что в наши дни дети да и взрослые наряжаются не только нечистью отдавая предпочтение костюмам феи супергероев мультипликационных персонажей королей принцесс и даже знаменитости вот так вот здесь такая летучая булышка опять ведьмочка летит котик котик опять бартик дальше сласти или напасти согласно сложившимся традициям не шагутно дети в ночь Хэллуна ходят по улицам своего района и собирают сладости по соседям при этом произносят это характерная фраза сласти или напасти соответственно люди откупаются от напасти раздавая детям сладости помимо указанной выше фразы может произноситься другая сладость или гадость кошелек или жизнь стоит отметить что данные фразы носят исключительно шуточный характер и не несут в себе прямых угроз и вымогательств так украшения домашнего интерьера особенно интересно маклам украшать внутренние убранства дома разными тематическими штучками кстати да я уже сняла видео распаковку с хэллоуинскими штучками можете тоже посмотреть в личный декор но я такого не делала потом праздничный стол обязательно готовят яблоки в карамели блюда из тыквы пироги пирожные супы я хочу пироги ой я вам так показываю вам не видно это вот здесь все написано так тыковки тут нарисованы так а здесь короскоп это короскоп на месяц или на год интересно давайте посмотрим я близнецы так предмет зелье варенья будет тяжело отдаваться вам в этом году значит на год но не сдавайтесь напишите в комментариях какой у вас знак зодиака я вам напишу какой у вас был прогноз о ответы на игры в номере ну надо же а мы уже и закончили посмотрите даже нарисован путь ведьмы к зелью по котелку так ведьмина шляпка и вон тут большой лабиринт все ответы из квиза математическая задачка и вот мы добрались до конца закончили читать этот журнал мне понравилось здесь опять красивая картинка это хижина вагрита насколько я помню да если вам понравилось напишите какая часть вам больше понравилось мне понравилось где рассказывали факты о хоксмите достаточно интересно очень здорово что они придумали квизы где можно отвечать на вопросы если вам хочется полностью почитать то что я пропустила напишите в комментариях такая тыковка красивые глазки вырезали ровные таки спасибо большое за просмотр если у вас есть какие-то идеи обязательно тоже напишите в комментариях я надеюсь что по крайней мере смогла вас немного успокоить перед сном если вы полностью не уснули спасибо большое за лайки за подписки за комментарии господи спокойной ночью и всем пока пока Пока-пока-пока